Простите. Я слушаю. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в посёлке без года недели. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Я нарисовать могу. Я рисую немного. Нарисовать? Вилья Павловна, мы тут проведём следственный эксперимент, а? Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, Ван Гог, рисуй. Вот, пожалуйста. Это что, лиса? Смешно, юморист. Прикажешь её по лесу с собаками ловить? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Всё не так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Петров, а чебурашка тебе не попадался? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все ясно. Что тут еще скажешь? Ну, занимайтесь. Вот, пожалуйста. И кто это, по-твоему? Лилия Павловна, не узнаете? Случаем, не ваш трудовик. Какая отвратительная рожа. Да это батя Петрова! А ну, цыц! Все ясно. Что тут еще скажешь? Ну, занимайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, примерно так. Примерно? Да ведь он один в один тот тип. Так вы его тоже видели? Зайчью губу. Видел недавно возле поселка. Думал он проездом. Давно подался дальше гастролировать. А он выходит здесь, отирается. А еще он рядом со школой стоял. И в лесу вечером. Ну, пацан. Ну, молодец. Уже хоть какая-то зацепка. Талантливый ты парень. Тебя в Академию художеств с руками оторвут. Тебя в Академию художеств с руками оторвать. Артур! На, держи! Спасибо. Антон, а меня нарисуешь? Антон, а меня? Можно я? Можно я? Антон, а меня? Можно меня нарисовать? Можно? Антон, а меня нарисуй, пожалуйста. А ты сам научился? Можешь ван даму нарисовать. Я дома как плакат порежу. Эй, я вообще-то первая спросила. Антон меня уже обещал нарисовать. По дружбе. Да-да-да. Правда же, Антон? Прости, но я уже обещал другой. Я в тебе не ошибся, Тошик. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению свин... Семена? Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулила от нас в потемках? Ага, я так и говорю. Атькарик-зверь! Тебя зырного на огонь и ты кокнешь на! Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам. Вот ты славно. Это, Антон, а где ты так классно рисовать научился? Да так, у меня с детства хорошо получалось. Круто! Я вот, Антон, художник. Паяльником по дереву, Луизыгайвна. Вон мамки на день рождения тюльпан замутил на разделочной доске. В общем, здорово, что мы с тобой познакомились. Только давайте не будем обниматься на радостях. Что ж, Сёма пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. А ты почем знаешь? Так мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлёпают. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели чёрный... Моничелло! Бля, буду пацаны! Это всё местная тюкатилна. Мне дядька с маминой работы рассказывал. Он то за даятью губу в посёлке видел. Вычислить бы ещё, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Слушайте, пока Тихонов лекцию читал, я в его папку тайком заглянул. Там лежало кое-что. Печатка. Сёмина печатка. Я её у того прихватил. Да ладно! А ну, закет! Так я и думал на... Моничелло! На тясти нас разрезат! А ещё там фотография была. С гаражом. Чёрно. Фу, бляха! Опять 25. Ну, спокойно, братан. Спокойно. Бяша, ты же встречал чёрный гараж раньше, так? Рома говорил, ты даже заглянул в него. Что ты там видел? Б-б-б-б-б-б... Забудь! Ничего он тебе толком не скажет. Бяша, каждый раз мозг на бекрень сворачивает, только коснись этой темы. Коль ты теперь с нами, и я тебе в первый, в последний раз рассказывала. Осенью мы с пацанами от нефиг дела чёрной магией баловались. Хотели, как обычно, призвать пиковую даму там или над духом Пушкина постебаться. Туда-сё. А вышло, брат, совсем не весело. Один старый чудил рассказал, что мы можем призвать настоящего духа, если нарушим один строжайший запрет предков. Чёрт. А я ведь сразу просёк, что он ёбнутый. Всего-то надо было пойти за гаражи глубокой ночью и постучать в самый-самый чёрный мотив. Так мне явится эта чёрная параша и всех детей заберёт в лучшие из миров. Охереть не встать. Вот мы по приколу и клюнули. А когда Бяша тест на пацана проходил, то должен был в этот гараж постучать, но эта хитрая морда просто туда заглянул. И правильно сделал. Он от ужаса тогда так заорал, что слёзы брызнули. Отвечаю, я такой истерики отродясь не видел. Явно там необещанная райская куща была. С тех пор чёрный гараж по нашим закоулкам шарится и нормальных пацанов жрёт. Что же делать? Вместе держаться вот что. Втроём мы, как Вольтрон. Это... В Вольтроне их пятеро было, да? Ну, считай мы покалеченный Вольтрон. Ладно, раз с Сёмой больше нет, айда с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Редактор субтитров А.Сёмкин